Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа Люберцы. Руководители силовых ведомств, экстренных служб и структурных подразделений рассказали об итогах, проделанной за отчетный период работы. Подробнее в нашем сюжете. За минувшую неделю в Люберецкую полицию поступило около 2000 обращений от жителей округа. Возбуждено 16 уголовных дел, из них 12 раскрыто по горячим следам. Совершено 197 ДТП, есть пострадавшие. Также еще раз я хочу обратиться к нашим гражданам, что в последнее время опять участились мошеннические звонки вам на телефоны. Обращайтесь в банк, обращайтесь в службу безопасности банка, вашим там кураторам, для того, чтобы понять, что это мошенники. Подразделением пожарной охраны совершено 57 выездов, из них 9 на пожары. В Люберцах произошло 6 возгораний. Также хотел обратить внимание на участившие случаи загорания травянистой растительности на полях. Прошу собственников полей уделить особое внимание данным и провести опаску и покой старовой на своих территориях. В рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» в округе будет установлено 8 детских игровых площадок. Продолжается третий этап благоустройства территории Малаховского озера. Также Владимир Ружицкий объявил о назначении Рима Каримова руководителем управления благоустройства администрации городского округа Люберцы. 15 мая провели инспекционный объезд по территории поселений Малаховка, Томилина, Красково. Самая плачевная ситуация у нас в поселке Малаховка. Управляющая организация недобросовестно исполняет свои обязанности. Неокрашенные лавочки и газонные ограждения. Неналежащие в состоянии контейнерные площадки и ямочный ремонт. Просьба устранить указанные замечания. Подобные рейды в Люберецком округе проводятся на постоянной основе. В дальнейшем будет составлен рейтинг управляющих компаний по содержанию территорий. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, Попробов, Попробов. Дмитрий Гринчев, Денис Угольников, Попробов.